Я предоставляю слово Дарью Сергею Геннадьевичу, директору издательства «Лань». Сергей Геннадьевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Технологии искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью нашей современной жизни. И на предыдущих докладах мы это видим. Технологии проникли во многие отрасли, включая образование. Использование искусственного интеллекта в учебном книгоиздании представляет собой новую практику, которая уже сложилась и имеет свои преимущества и проблемы. В данном докладе мы рассмотрим эти аспекты и обсудим перспективы, используя искусственного интеллекта в учебном книгоиздании. Сегодня многие издательства уже внедряют технологии искусственного интеллекта в свои учебные материалы. Одной из наиболее распространенных практик является использование ИИ для автоматизации процесса создания учебных материалов. Однако главной проблемой является качество созданного контента с помощью ИИ. Несмотря на преимущества автоматической генерации учебных материалов, некоторые из них могут содержать ошибки и быть неправильно структурированными. Тем не менее, несмотря на эти проблемы, использование искусственного интеллекта в учебном книгоиздании имеет большой потенциал. Развитие может привести к созданию персонализированных учебных материалов, которые учитывают индивидуальные потребности и возможности каждого студента. Коллеги, никого не смущает текст, который я сейчас говорю? Я не вижу чат, поэтому не смогу понять реакцию аудитории, но прошу прощения, я читал сейчас текст, который был сгенерирован GPT-чатом. Собственно говоря, я задал ему запрос, промпт, как нас научили правильно говорить, по поводу темы своего доклада. И, собственно говоря, вот этот текст в кратком изложении я его начал читать, но, учитывая экономию времени, я не стал его читать до конца. Но, в целом, скажу прямо, что с чем-то можно согласиться в том, что написал GPT-чат по этой теме, но со многим я не согласен. Однако могу привести еще другой пример. На недавнем мероприятии, которое мы проводили для преподавателей, это было в онлайн-формате, и обсуждали проблемы кризиса чтения в целом в академической, научной, студенческой аудитории. И вот такой вопрос я задал аудитории в прямом эфире. Зачем студенту читать учебную литературу в принципе? И, готовясь к этому выступлению, я такой же вопрос задал, уж простите, GPT-чату. И вот, собственно говоря, привожу на экране его ответ. Пять пунктов он сгенерил по поводу этого вопроса. То есть это приобретение знаний, подготовка к занятиям, подготовка к экзаменам, развитие аналитических способностей и подготовка эссея против академических текстов. И надо сказать, коллеги, то, что ответила аудитория на нашем мероприятии, это во многом совпало. Вот вам результаты онлайн-опроса прямо в прямом эфире. Многие коллеги просто согласились с этими пунктами. И, в общем-то, большей частью практически, при том, что, да, выборка довольно приличная, у нас почти 600 человек из присутствующих ответило, поучаствовало в этом запросе. Ну, а теперь это просто комментарий, наверное, небольшое вступление. Если я еще не разочаровал вас тем, что не говорю ничего своего, я все-таки расскажу то, что, собственно говоря, сам думаю по этому поводу, и то, что я приготовил, чтобы вам рассказать. На мой взгляд, мы сейчас с вами находимся в определенной точке бифукации. И это переломный момент использования технологии искусственного интеллекта в разных отраслях. Я, наверное, буду говорить в первую очередь о той отрасли, в которой тружусь я уже много лет. Это как раз отрасль учебного книгоиздания. И то, что сейчас происходит, это кардинально меняет весь ландшафт книгоиздания, учебного в том числе. И это, наверное, определенная угроза или возможность. Можно по-разному на это реагировать и авторам, и издателям. Если говорить про авторов, то можно заглянуть, ну, спрогнозировать, представить такую ситуацию, что зачем мне, как издателю, в принципе, авторы. Я могу генерить запросы, то есть нанять профессиональных, ну, профессионала в определенных областях знаний, которые будут генерировать вот эти промпты для штип-чата, обрабатывать его ответы, в итоге превращать это в учебные тексты, которые просто будем публиковать и распространять. Авторы становятся ненужны. Да, это, наверное, угроза, возможность. Но, наверное, мы так вряд ли будем делать. Угроза издателям, можно шагнуть дальше. А зачем, в принципе, тогда нужны будут издатели, если GPT-чат прекрасно справится с генерацией текстов, и любой запрос, и любая информация, которая вам нужна, в общем-то, можно задать вопрос и получить внятный ответ, достаточно развернутый, аргументированный там и так далее. И да, такой сценарий тоже возможен. Это вполне может быть угроза или возможность, но тоже не думаю, что это вероятный сценарий, что мы пойдем мы с вами по этому пути. Но, тем не менее, как я сказал, точка бифукации. И закрывать глаза, говорить, что это невозможно, это сродни вот той аллегории. Недавно на одной из библиотечных конференций упоминали уже, это запрете калькуляторов. Вот тут я привожу цитату Билла Гейтса по этому поводу в недавнем его выступлении, где он говорит, что еще на его памяти учителя математики серьезно опасались, что появление калькуляторов как таковых фактически загубит образование. И привожу публикацию, причем не такую уже давнюю, это 97-й год, британский журнал «Индепендент». Ссылочку сохраню. Кому интересно, сможете полностью почитать. Там статья посвящена как раз обсуждению, серьезному обсуждению на уровне министерств британских о том, что можно или не можно, нужно или не нужно запретить использование калькуляторов в учебном процессе. И это 97-й год, то есть калькуляторы уже были. И об этом тоже говорили. Я думаю, что сейчас, и во многом согласен с Валерией в предыдущем выступлении, что мы уже живем в этом мире. Сейчас уже искусственный интеллект стучится к нам в двери. Но, возможно, общество еще не готово к этому. И есть определенная, наверное, такая стадия отрицания. В нашей практике могу привести такой пример. Для эксперимента в нашем блоге «Ла-Ла-Лань» мы разместили материал, который был подготовлен с помощью как раз технологии искусственного интеллекта. Да, этот текст был не в прямую копипаз, да, с текстом поработал хорошо редактор. В общем-то, это фактически был, ну, можно сказать, авторский текст в некотором смысле. Но в основу был положен как раз текст, сделанный искусственным интеллектом. Да, и как честные люди, мы написали, да, что были использованы технологии. Волна негатива, которую мы получили от читателей, ну, она говорила сама за себя. Действительно, общество сейчас не готово принять это. И, возможно, это правильно. Хотя, коллеги, как долго общество будет не готово, перейдет от стадии отрицания к стадию принятия, может быть, это вообще вопрос недалекого будущего, а буквально завтрашнего дня. Ведь если оглянуться, про GPT-чат активно заговорили буквально в начале этого года, к конце прошлого. И уже сейчас это стало частью нашей жизни, которая во многих сферах используется, и которая уже есть, это данность, с которой мы живем. И тут есть уже даже определенная практика, с которой мы столкнулись. То, что нас ждет завтра издателей и авторов, и читателей. Тоже из нашей практики, скажу, летом мы получили рукописи от автора, несколько рукописей. И, ну, как-то было подозрительно, что вдруг автор такие вот несколько книг сразу представил. Проверили на антиплагиат высокая оригинальность. Все равно смущало. Дали на рецензию одному из наших авторов, специалисту в области, две рукописи. Он посмотрел, дал довольно положительное заключение, что вроде бы да, все хорошо. Осенью система антиплагиат обновила свои сервисы. Мы прогнали эти работы снова и получили результат, что тексты были сгенерированы. То есть фактически, да, это были тексты, созданные с помощью одного из сервисов генерации текстов. Да, авторски обработанные, хорошо обработанные, но это не чисто авторские тексты. Я думаю, что это только начало. Дальше мы будем, наверное, с этим сталкиваться больше и больше. И вопрос, насколько нас сможет оградить или защитить от этого антиплагиат. Ну, это борьба, наверное, такая вечная борьба, считай, меча. Технологии будут совершенствоваться. И, не знаю, можно представить такую ситуацию, когда... Фактически мы получаем материал авторский, написан, да, написан человеком. Все здорово, все классно. Но и антиплагиат не обнаружит, что эти тексты были сгенерированы. И, возможно, можно будет задать даже... Давайте в позитивном смысле рассмотрим, задать GPT-чату определенные книги, по которым он должен написать свою книгу, учебник, там, не знаю, зададим ему классические труды Савельева, которые издаются, там, издательство онлайн, допустим, да, передадим и получим учебник по физике, написанный на текстах классических авторов, но не созданный ими самими, а созданный GPT-чатом или другой системой. И, не знаю, это плохо или хорошо, ошибок там, возможно, не будет. Система будет совершенствоваться, мы получим некий новый материал. Поэтому отвечать на эти вопросы нам предстоит буквально уже сегодня-завтра. И как с этим жить, ну, наверное, будем справляться. Но при этом я бы хотел сказать, что само по себе этот инструмент, он полезный и действительно помогающий в работе во многом. То есть действительно как инструмент. Опять же соглашусь с Валерией и с коллегами из первой секции, кто выступал, особенно, ну, в заключении то, что сказала Елена Бейлина. То есть да, это инструмент, и как его используют, зависит от нас, людей. И мы действительно, мы же используем уже сейчас. То есть если брать нашу электронную библиотечную систему LINE, то технологии искусственного интеллекта у нас уже используются там несколько лет. То есть года два назад, как мы используем это для распределения книг по областям знаний. То есть каталогизация создается искусственным интеллектом. Буквально год назад у нас появились оглавления. То есть электронная библиотечная система LINE, она является агрегатором. То есть у нас не только книги, которые издает издательство LINE непосредственно, но и книги других издательств, которые там размещаются, материалы. Как правило, это материалы, это PDF копии книг, у которых как таковое оглавление отдельно отсутствует. То есть это фактически запечатанный файл PDF. И вот с помощью технологии искусственного интеллекта практически все книги мы смогли снабдить интерактивными оглавлениями. То есть это здорово, это же полезно и удобно. То есть все, фактически мы получаем возможность, гораздо более удобную возможность пользования книгой. Или еще мой любимый тоже пример из наших последних – это сервис видеорекомендаций, который тоже создан с помощью технологии искусственного интеллекта. Я знаю, у коллег-издателей был опыт привязки видео к материалам учебным ВБС ручной. То есть это люди отбирали конкретные учебные ролики на Ютьюбе и привязывали их к определенным главам их учебных материалов. Мы же смогли научить нейросеть, которая из тех учебных каналов, которые, да, мы отобрали, мы не весь интернет ему разрешили смотреть. И он сопоставляет текст книги с теми материалами, которые идут по видео. И фактически это гениально. Но просто он фактически, ну вот вы читаете материал, и вот, пожалуйста, есть видео именно по тому тексту, который вы сейчас читаете. Он привязан именно к конкретному тексту книги. И это довольно удобно, это фактически, ну, можно сказать, по щелчку пальца десятки тысяч книг получили вот эти видеоролики, которые сопровождают учебные материалы. Ну, все, коллеги, наверное, что я хотел сказать. Если будут вопросы, готов ответить. Сергей Геннадьевич, большое спасибо. Спасибо.